Казалось бы, такая обычная и привычная часть любой квартиры – окно, но именно оно порой является причиной несчастных случаев в семьях. Любознательных малышей, которые только познают мир, так и тянет взобраться на подоконник и посмотреть, что творится снаружи. Проследить за пытливым чадом порой бывает невозможно. На днях в Актубе такой интерес ребенка к окружающему миру чуть не лишил его жизни. Четырехлетний мальчик, пока мать укладывала спать его пятимесячную сестренку, упал с окна четвертого этажа. Случай произошел в одном из многоэтажек по улице Нефтяников. Сейчас мальчик находится в реанимационном отделении. И подобные трагедии – не редкость в наше время. Только в Актюбинской области с начала года из окон выпало трое детей. Ответственность, как считают актюбинцы, лежит прежде всего на родителях. В каждой семье сейчас никакого дела нет. Только сутки сидят, смотрят, а детям внимания нет. Дети, во-первых, до часа, до двух, до трех часов бегают дома, а они сидят в сутках. И все, больше ничего. Оттуда и несчастные случаи. Да, оттуда и несчастные случаи. Детям сказать, я не знаю, ну как. Дети есть дети, правильно? Как им можно сказать? Ну, я не знаю. Ну, скорее всего, наверное, как-то надо это. Ну, сейчас же все же есть, всякие эти. Ну, можешь придумать, чтобы как-то... Защиту какую-то. Да, какую-то защиту, да, да, да. Скорее всего, это, наверное. А детям что дети? Дети, они есть и были, и будут детьми. Ну, что там. Как уберечь детей? Ну, вот уже говорили же, чтобы вместо маскетной сетки что-то другое, плотное, ну, чтобы оно защитимое было. И это надо их обязать, этих, которые делают окна, чтобы они действительно сделали металлические решетки или что-то другое. А родители, конечно, они не хотят, чтобы терять детей. На родителей, чтобы их не беспешно, не могу сказать. Это случай такой. Так что пусть вот эти окончики этот берут на себя. На заметку. Ну, во-первых, родители должны позаботиться об этой безопасности. Если живут в многоэтажных домах, нужно обязательно установить решетки, какие-то ограничители. А так, мне кажется, без проблем можно. Ну, я живу в частном доме, поэтому так вот слышу новости, читаю. Мне кажется, в первую очередь нужно подумать родителям. Статистика по Казахстану по фактам несчастных случаев с детьми ужасающая. Глава Министерства внутренних дел Ерлан Тургумбаев в ходе международной конференции отметил, что за прошлый год в стране было зарегистрировано 108 случаев выпадения детей из окон, 18 из которых оказались смертельными. Тогда глава Министерства пояснил, что главная причина трагедии кроется совсем не в детях. Неблагополучная обстановка в семье, безнадзорность детей и плохие бытовые условия – все эти факторы и оборачиваются горем для самих же родителей. Эксперты рекомендуют отнестись к досугу несовершеннолетних даже в собственном доме со всей ответственностью и придерживаться нескольких простых правил. Никогда не рассчитывать на москитные сетки. Они не средства защиты от падения. Установить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно. А если нет возможности установить подобное страховочное оборудование, то хотя бы снять ручки и главное – не оставлять детей без присмотра.